Продолжение следует... 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 кадровых работников ВУЗа. Зарплата части вспомогательного персонала упала до 3500 рублей в месяц. В университете началась охота на ведьм в виде незаконных и абсурдных проверок присутствия на кафедре маститых профессоров с 9 утра до 18 вечера. Естественно, эти проверки касаются тех, которые наиболее активно выступают против воли Министерства образования. В автодорожной и аэрокосмической отрасли эти фамилии знакомы многим. Доктор технических наук Владимир Петрович Носов, много лет проработавший проректором МАДИ по науке. Александр Николаевич Сова, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского. Член-корреспондент Российской академии наук Вячеслав Михайлович Приходько и десятки других ученых и педагогов, составляющих золотой фонд нашей страны. Новоявленные руководители ВУЗа даже не имеют представления о специфике работы ученых, да и с основами трудового законодательства либо незнакомы, либо умышленно нарушают. Новое руководство проводит плановую замену опытных специалистов и руководителей ключевых подразделений МАДИ на своих друзей, знакомых и даже родственников. При этом их низкая профессиональная квалификация не имеет абсолютно никакого значения. Так, вместо уволенного опытного начальника отдела кадров, почетного работника высшего профессионального образования России Ирины Евгеньевны Яршовой была назначена женщина пенсионного возраста, родная сестра начальника департамента Министерства образования. Аналогичная ситуация с увольнением главного бухгалтера, начальника планового финансового отдела, директора одного из филиалов и проректоров ВУЗа. Замена проректоров – это задуманная тактика чиновников Министерства образования. Дело в том, что согласно положению проректора входят в состав ученого совета ВУЗа по должности. Вот и придумали нехитрый способ решения вопроса – разогнать старый состав ученого совета, заменив его новым послушным составом из числа новоявленных проректоров, которых по плану будет порядка девяти, ввести их в состав ученого совета и принять кому-то очень нужное решение по слиянию ВУЗа. Вели даже должность проректора по безопасности. Постоянная смена проректоров университета на людей, ранее не работавших в МАДИ, в отдельных случаях и в системе образования вообще. Необоснованные исключения из числа членов ученого совета профессионалов с мировым именем в науке, сведения счетов с сотрудниками, открыто выступающими против слияния – все это проходит в университете, который на протяжении трех последних лет по результатам мониторинга Министерства образования Российской Федерации признавался эффективным. В этом году, кстати, институт тоже признан одним из лучших и эффективным ВУЗом. Все это направлено на развал ВУЗа, довести ВУЗ до крайней черты, за которой только один выход – ликвидации самостоятельности с последующей перспективой реализации имущественного комплекса, включающего не только студенческие общежития на 1800 мест, но и четыре здания в центре Москвы, учебные полигоны в ближайшем Подмосковье и Тверской области, недалеко от берега Волги. При этом никому в Министерстве образования интересно, что есть потребности страны в подготовке кадров с высшим образованием для организации оборонно-промышленного комплекса, который, кстати, в период с 2016 по 2020 год составляет в среднем 16 тысяч человек в год. Для обеспечения отрасли необходимо ежегодно готовить 55 тысяч человек, в том числе специалистов с высшим образованием, 2250 человек в год. Вклад МАДИ в подготовку кадров для дорожно-транспортного и оборонно-промышленного комплекса составляет почти половину – 1200 человек в год. Уважаемые коллеги, считаю необходимым привлечь Генеральную прокуратуру Российской Федерации и ФСБ России проверить все факты по развалу ВУЗа. Кстати, в МАДИ есть куратор по линии ФСБ России, который, на мой взгляд, мог бы более тщательно посмотреть, что же происходит в МАДИ, ведь напрямую затрагиваются вопросы национальной безопасности страны. Мы обязаны вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить ликвидацию МАДИ ради сохранения его для России и ее автомобильно-дорожной отрасли. И еще хочу вам сообщить, что в 14.00 в переходе в нашем здании открывается выставка, посвященная детям войны. Наша фракция приглашает всех членов других фракций принять участие. Эта выставка посвящается 22 июня. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Вольфович, Жириновский. Можно, конечно, спасать какой-нибудь вуз и, может быть, даже город, но Государственная Дума должна заниматься глобальными вещами. А глобальные вещи – это завтра, 22 июня. Всю ли правду мы знаем в этот страшный день? Кто и как вел переговоры с Гитлером? Может быть, частичная вина лежит на тех, кто не смог убедить Гитлера не нападать на нашу страну. А это вели наши люди. Нужно смотреть на это, чтобы знать, понимать. Историю не знают. Мы слишком много запросили у Гитлера. Мы снова захотели проливы. Из-за них мы терпим поражение уже 300 лет. Ни Лондон не хочет давать, ни Париж, ни Берлин. А мы, пользуясь случаем, да вот, а вдруг получится. Ну и получили оккупацию полстраны. А если бы стали, Адольф Филозович, ваше, ваше, берите, берите. И это берите, и не это берите. Может быть, он и не пошёл бы. Как Наполеон. Будь, приезжает царь Александр I в Вильнюс, поговорим. Парень не хочет ехать. Ну, Наполеон дошёл до Москвы, сжёг и ушёл. Надо знать историю всё-таки. Кто эти чиновники, которые страну, так сказать, бросают? Где-то же провокации делались. Афганистан. Да что, афганские коммунисты там были? ЦРУ подстроило. Побед группы афганских коммунистов. И они просят помощи у Брежнева. Брежнев целуется, как с Хонекером, с этим Нур-Мухамед-Тараки. И когда его убивают, о, как это так посмели моего друга убить. Армию послать туда. Разве можно так делать? И смотрите, в истории идём на уступки. Первый миромая вообще не наша война. Кто вокруг окружения Николая Второго заставил нас войти в эту войну? Вегельм говорит, ничего не делайте, мобилизацию отмените, мы не будем воевать. Нет, мы мобилизацию не отменим. Сказал царь и бросил под немецкие пулемёты миллионы русских солдат. Кто-то насоветовал ему. Хорошо, во время войны французы просят помощи. Давай, направь 50 тысяч русских солдат защищать Париж. Зачем? Париж мы спасли, а сами с чем остались? И потом нам не вернули наших 50 тысяч солдат. Хорошо, урок выучили? Нет. Вторая мировая война. Опять. Опять англичане, американцы просят русские. Начните раньше наступления, нам конец. Мы давай пораньше. Не жалко полмиллиона солдат под гусеницы бросим. И смотрите, что делает Гитлер. А Гитлер заигрывает. У него стоит 300-тысячная армия британцев, американцев. Он ничего не делает. Он мог их из танков всех подавить. Пожалуйста, пожалуйста. Эвакуация на британские острова. Флота английские. Пожалуйста, пожалуйста. Всё. Давайте. Гитлер заигрывает с Западом, надеясь, что Запад поможет. Мы и с Гитлерами смогли выставить отношения, и с Западом. То есть мы. Не Гитлер проиграл, начав войну на два фронта. Мы проиграли. И с Западом ничего не получили. И от Гитлера получили только войну. И от тех, и от других. Вот простой пример сегодня. Сегодня Сирия. Мы что сделали? Прекратили большое участие. Вывели часть войск. Что американцы сделали? Ввели. Вот мы пошли навстречу. Давайте. Договоримся. Мир. Переговоры. Теперь курды под американцами. И наступление на раку остановилось. И в конечном итоге, значит, у нас будет там очень сложная ситуация. То есть мы все уже 200 лет пытаемся поверить Западу, что Запад пойдёт навстречу. Никогда. Простой пример. Спорт. Вот спорт. Пошёл навстречу нам Запад. Вообще выкидывать. Могут выкинуть с Олимпиады. И это уже было в 80-м году. Якобы из-за нашего введения войск в Афганистан. А причём из войска Афганистан. Олимпийские игры это гражданское дело. Воины всегда были. В фашистской Германии проходили Олимпийские игры. И ничего никто не говорил, как там фашистский режим, лагеря убивают людей. Нет. Вот. Потому что это всё война с Западом. С Западом война. И культура. И Украина. Строили самый худший вариант. Русских на Украине настроили против русских в России. И русский доктор Чернов, как этот немецкий мясник, который убивал русских пленных, он тоже убивал русских пленных в Донбассе. Не пленных, а ополченцев. Вот повторяют, что везде уничтожать, убивать русских. Поэтому надо знать историю. Всё-таки в самые первые дни войны шли переговоры о сепаратном мире с Германией. Что-то скрывать. Вот генерал Серов об этом пишет, ибо он участвовал в этом деле, как от НКВД, от разведки. Поэтому прочитайте книгу. Вы не все купили её. Записки из чемодана. 25 лет они лежали в подземелье. Вот читайте все. Всё лето прочтите. 700 страниц. Это пишет человек, который участвовал во всём. Сейчас я говорю, я прочитав его книги. Может быть, и он не прав в чём-то. Я говорю, прочитав источники чьи-то. А это участники. Нам выгодно получить правду, информацию от участников процесса. Потому что как бы мы не владели информацией, архивы, архивы-то пишут чиновники после совершения действий. И там, может быть, всё искажено опять. И мы опять будем неправильно оценивать ситуацию где-то. Неправильно давать. А может быть, и оправдан был бы сепаратный мир. Отдать Гитлеру Прибалтику и Украину. Подождать. А через... В конце концов, всё равно Европа восстала против него. Но как было правильно? Как? На чего рассчитывали? Значит, не получилось это. Стали биться с ними. А итог. Мы отдали Прибалтику и Украину НАТО. Прошло 70 лет. Так мы же отдали. Может быть, лучше было в 41-м отдать? И сохранить 25 миллионов русских солдат. Украина наша? Нет. И там убивают наших людей. И Прибалтика не наша. Из границы Прибалтики на нас пытаются напасть. Если глобально посмотреть за 100 лет, то, может быть, правы были в чём-то наши великие руководители. Мы не понимали их. Но только про истечение 100 лет можно понять, так сказать, что как происходило. Поэтому нам очень важно, чтобы архивы быстрее до конца раскрыли. Чтобы издать больше мемуаров участников событий. А не политологов, историков, которые описывают. Вот якобы тогда-то что-то было. Так вот сейчас по Карелии. Тоже если архивы взять, это ерунда там немножко. Инструкцию нарушили, что-то там ещё сделали. Ведь главного-то вывода не будет сделано. По событиям в Карелии и гибели детей. Уже инструкция не такая, конкурс не такой. Там ещё вожатые не те, слишком малолетние. И все причины перечислили, кроме главной. Главную никто не назвал. Я называю здесь вам. От имени ЛДПР. Рыночный механизм не годится для детского отдыха, науки, образования, культуры и спорта. И здравоохранения. Если здравоохранение, рыночный механизм, лечиться будут только богатые жулики. И основная масса наследия не получит здоровья. Если будем вводить механизм рыночный в образование, учиться будут дети негодяев, украшивших у нас деньги. Если в науку запустить рынок, они все наши умы, типа Сорос, вариант его, вывезут за границу. И если в культуре у нас будет рыночный механизм, будем читать всякую гадость, которую мы знаем. Розовое там сало и какие-то там ещё мелкие произведения. Или в кино там порнуха-чернуха. И вот самый главный пример-то. Дети-то, при чем есть рынок? Вы как определяете? Дешёвые путёвки. Вы дёшево похоронили, мы 14 детей. Путёвки дешёвые. Но любой бизнес, он хочет заработать. Эта дама, там сколько она, миллионов 10 у неё уже заработок за последние годы. А дети в могиле. Нет, ну может быть, объявят сколько. Небольшой бизнес, несколько детских лагерей. И средобольные родители город Москва заплатят. Голодец в отставку немедленно. И, возможно, под суд. Начальник департамента соцзащиты Москвы под суд. Начальник департамента Петрозаводский под суд. И запретить все лагеря отдыха для детей вернуть профсоюзы. При этом Шмаково убрать, поставить Исаева. Исаев где? Нет, значит, Исаева не поставим. Он не ходит. Он не работает, Исаев. Профсоюзы. Там сколько они готовили лагеря к отдыху, ремонт. Сколько вожатым устраивали экзамены. Только взрослые люди. Определённая квота там. Поход это вообще. Собирались несколько дней. Шли там, не знаю, чуть ли не с собаками, с охраной. Детей отпустили в озеро. Холод плюс три. Какой поход может быть? 12 лет дети. В палатках. Дождь. То есть умирают дети там. А вот давайте спартанское воспитание. Так ты создай условия. И спартанское воспитание на поле, на футбольном. А не так, чтобы дети вот в таком состоянии были. Но рыночный механизм здесь недопустим. Поэтому как остановить это всё ещё? Как остановить? Я сказал про посадки. Самый главный механизм это многопартийная администрация. Да? Добавьте полминута. Значит, многопартийная администрация на местах. Вот глава администрации, где был лагерь, он должен был запретить любые походы. Но местные жители не ходят никуда. Вы у них спросите, они на лодках выезжают, это озеро, а детей посылаете. Местные жители не хотят. Глава администрации должен участвовать в летнем отдыхе детей и говорить, что можно, что нельзя. Но мы этого не сделаем. Ибо и голодец останется у нас при власти. Все остальные. Вот вот даму арестуют, как Васильеву, покажут её хоромой и через полгода отпустят. Это делать нельзя. Поэтому, я надеюсь, наши комитеты осенью заработают и накажут всех и новых. Спасибо. Сергей Владимирович Железняк. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, действительно страшная трагедия произошла в Карелии. Погибли дети. И, конечно, мы вместе со всей страной скорбим и соболезнуем родным и близким погибших. Но я считаю, что это совершенно неуместный повод для того, чтобы пытаться сейчас с трибуны Государственной Думы сводить политические счёты. Или пытаться под эту страшную тему протолкнуть какие-то популистские предложения. Действительно, должно быть проведено самое тщательное расследование. Должны быть выяснены все причины, которые привели к массовой гибели детей. И виновные, вне зависимости от должностей и былых заслуг, должны быть обязательно привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание. Безусловно, случившаяся трагедия выявила ещё один очень важный момент. Безопасность детей и безопасность детского отдыха не может осуществляться по остаточному принципу. На этом ни в коем случае нельзя экономить. Я, как выпускник Нахимовского Ленинградского военно-морского училища, знаю, что существует многолетняя система предупреждения травм и гибели ребят. Во время самых-самых опасных видов деятельности. То, что в данном случае из-за преступной безнаказанности, безалаберности и жадности ответственных людей погибли дети, действительно должно стать для нас, как для депутатов, причиной для анализа существующего законодательства. И, возможно, несмотря на все предстоящие предвыборные баталии, проведение работы в течение летних месяцев с тем, чтобы, во-первых, незамедлительно была проведена проверка всех мест отдыха по регионам. Наши дети сейчас отдыхают. И важно, чтобы эти проверки осуществлялись не только чиновниками, но и экспертами и представителями родительского сообщества, для того, чтобы эти проверки не носили кулуарный закрытый характер. Очень важно, чтобы эти проверки точно так же не использовались для чего-то политического популизма. Нам важно, чтобы сохранялись жизнь и здоровье наших детей. И очень важно также понять, что требуется, наверное, целый ряд изменений в действующее законодательство. Уверен, что нужны изменения не только в законодательстве. Именно поэтому мы предлагаем совместно с правительством и с представителями наших регионов провести анализы, выработать меры по изменению существующих регламентированных документов. Каковы должны быть эффективные критерии безопасного отдыха детей? Этот вопрос, на который, к сожалению, на сегодня большая часть людей, даже которые отвечают за это, не могут дать внятный ответ. А это значит, что система не работает в должной мере. Мы понимаем, что случившаяся трагедия ни в коем случае не должна повториться. Должны быть сделаны очень серьезные выводы из произошедшей беды. 22 июня мы будем чтить память десятков миллионов наших граждан, которые погибли во время Великой Отечественной войны, отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли мирно и счастливо, свободно жить на своей земле. Абсолютно неприемлемо и недопустимо, чтобы чья-то безалаберность, преступная халатность и жадность в мирное время уносила десятки детских жизней. Карельская трагедия не должна повториться. Вечная память погибшим детям. Глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Во время Тегеранской конференции Франклин Рузвельт рассказал, почему он принял решение признать СССР. Его дочь в 1933 году изучала географию. И он посмотрел на карту, по которой она занималась. Там было большое белое пятно на севере Евразии. На американских картах начала 30-х годов не было Советского Союза. Но он-то помнил, что в этом месте находится крупнейшее государство планеты Земля. Мы знаем, почему Барак Хусейн Обама никогда не будет Франклином Делана Рузвельтом, его великим предшественником и однопартийцем. Он сделал абсолютно все, чтобы России вернулся статус большой белой дыры на карте планеты. Он сделал все, чтобы на наш Санкт-Петербургский экономический форум никто не приехал. И он блестяще провалился. Петербургский экономический форум этого года был рекордным по количеству участников. Он прошел в новом, с иголочки, очень большом Конгресс-холле. Были подписаны соглашения на триллион рублей. Это был большой успех и нашего президента, и всей нашей страны. Почему люди, несмотря на предупреждение Обама, а может и благодаря той рекламе, которую он нам создал, все-таки приехали в Санкт-Петербург? Это потому, что они смотрят на карту. Они смотрят на физическую карту мира и видят там одну восьмую часть суши, которая по площади больше, чем все те государства Запада, которые участвуют в антироссийских санкциях. Они видят на этой физической карте полезные ископаемые треть природных ресурсов нашей планеты. Они смотрят на политическую карту мира и видят там государства, члены Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций, ядро крупнейших интеграционных объединений, БРИКС, ШОС. Они смотрят на экономическую карту мира и видят там пятую экономику нашей планеты, экономику, которая становится все более самодостаточной. Натура обхорит вакуум, природа не терпит пустоты, говорили еще древние. Любая ниша, которая была оставлена западными компаниями на российском рынке, была заполнена не западными компаниями, компаниями других западных стран. Главное, российскими компаниями мы успешно импорта замещаемся. И никакие санкции не помогут Западу теперь заполнить уже те ниши, которые они, я думаю, навсегда в многих отраслях потеряли. Они приехали в Россию, потому что Россия интересна. В каждый конкретный момент в Москве аккредитовано в полтора-два раза больше журналистов, чем в любой другой столице мира. Потому что у нас происходят важные события, от которых зависит происходящее на планете. Они приехали сюда, потому что им интересен наш лидер. Вы знаете, руководители крупнейших информационных агентств мира, которые с утра до вечера льют грязь на нашу страну, приехали не потому что они любят нашу страну, потому что они хотели послушать человека, от которого зависят судьбы планеты, самого влиятельного политического деятеля на планете Земля, президента Российской Федерации, основателя и лидера партии «Единой России» Владимира Владимировича Путина. Потому что Путин может генерировать серьезные идеи, от которых зависит будущее всего человечества. И на Петербургском форуме из уст Путина прозвучала важнейшая инициатива о Большой Евразии. Большая Евразия – кошмар для Соединенных Штатов Америки. Евразия, которая объединяет Евразийский экономический союз, которая объединяет страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества, включая такие мировые гиганты, как Китай, Индия, страны ОСИАН. Большая Евразия, к которой присоединяется и Европейский союз. И естественно, что с Большой Евразией, по сравнению с ней, любые инициативы, связанные с трансатлантическим партнерством или транстихоокеанским партнерством, становятся просто карликами. Конечно, наша страна способна выступать по-прежнему лидером по очень многим вопросам. И на Западе видят, что те причины, которые стали основанием для санкций, они, кажется, все менее и менее убедительными. Все больше понимание того, что та Украина, ради которой эти санкции введены, ради которую нас пытаются вновь записать в белое место на карте планеты, эта Украина далеко не стоит того. Это Украина, за которую Западу уже сейчас, безусловно, становится стыдно. Вы знаете, нашу страну никогда никто не мог взять извне. Никто не мог одолеть нас в честном поединке, если дело, конечно, не касается футбола, но это отдельный вопрос. Но против нашей страны всегда будут применяться экономические санкции, всегда будут профессиональные жюри на Евровидении, которые исказят результат, всегда будут антидопинговые комитеты, которые постараются не пустить нас на Олимпиаду. Вы знаете, Обамы приходят и уходят, наша страна, наша великая Россия остается и становится только крепче. Крепче. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна Петеляева. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Иван Иванович, коллеги, я из Карелии, из Петрозаводской. Если будут вопросы по трагедии, пожалуйста, подходите. Все, что написано в прессе, действительно правда. Я хотела бы задать вопрос, дети какой войны пострадали на Сямазира? И Сямазира – это Россия, и на самом деле пострадали дети России. И на самом деле это итог работы, в том числе всего депутатского корпуса России, и в том числе Государственной Думы. Неоднократно мы, депутаты Республики Карелия, и я знаю, что были многочисленные обращения с мест, и вы представляете все территории, и я сейчас представляю территорию, мы обращались против оптимизации. Здесь сидят специалисты. Мы отдали детский отдых в руки соцразвития людям, которые этим никогда не занимались и не умеют этим заниматься. Первое. У нас теперь в образовании менеджеры. В соцразвитии у нас менеджеры, а не специалисты. Это люди, которые не знают, что такое нормативно-правовая база. Кроме того, мы с вами говорим о том, что существует коррупция. Мы считаем, что в тот момент, когда мы платим 100 рублей, 1000 рублей за неправильно припаркованную машину – это коррупция. Коррупция, когда детский отдых отдан в руки частному бизнесу. С 2012 года мы бьемся с этим лагерем. Я его закрывала, была замминистра образования. В 2009 году ни одного ребенка туда не пустила. В 2010 году мы вывезли оттуда 71 ребенок из детских домов Москвы. В следующий год 15 детей с пневмониями. Мы обращаемся. Наш Министерство социального развития Республики Карелия штрафует лагерь на 360 тысяч. Они обращаются в арбитражный суд Республики Карелия. И суд признает все проверки неправильными. Дети страдают. Я хочу здесь назвать имя, фамилию, отчество человека, благодаря кому эти дети, хотя бы оставшиеся, остались живых. Это глава поселения Ореханов Андрей Иванович, который все эти годы бьется с этим лагерем. У него на телефоне смс от детей этого лагеря. Сегодня нашли крайних парней, девчонок, инструкторов, которых вообще-то на работу брали воспитателями. И наш нравственный долг сегодня защитить этих людей, потому что виноваты те взрослые, большие люди, сидящие в кабинетах, которые 3 июня провели тендер. Я говорю о Министерстве соцразвития Москвы. 3 июня выплатили деньги. Прошу прощения. 3 июня отправили 42 миллиона. И 3 июня уже заехали дети в этот лагерь. И только 3 июня было получено разрешение СЭС на открытие санаторно-курортного лагеря, в котором черным по белому написано, запрещено проведение походов, запрещено проведение экстремального туризма. Как может это произойти? Это значит, что в тот момент, когда проводился тендер, у людей на руках не было необходимого пакета документов. Я много лет проводила лагеря. Я знаю, что такое паспорт лагеря. Это пачка, в котором должны быть соответствующие акты. Мы с вами все это знаем, мы специалисты. Чего требую? Требую первое. Давайте все-таки проведем парламентское расследование. Давайте проведем эту комиссию, составим эту комиссию. Сергей Евгеньевич, я понимаю, что времени нет, но необходимо это сделать. Нам надо обратиться к Чайке, нам надо обратиться в ФСБ, нам надо обратиться в МВД, чтобы ни в коем случае не спустили на тормозах, найдут крайнего и все отпустят. Мы с вами должны обязательно запретить губернаторам и министрам заниматься выборами. У них на это, на ежедневной планерке время есть, чтобы объехать лагеря, чтобы посмотреть, в каких условиях сегодня растут дети, где защита детей на это времени у министров нет. Конечно, прекратить губительную оптимизацию, сколько можно. И самое главное, у нас очень много людей занимаются детством, но у нас нет министра детства. Я предлагаю этот вопрос поставить перед президентом. Нам нужно министерство, которое будет конкретно заниматься детством, как развитием, защитой самого главного ресурса России, детей. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович Агеев. Уважаемые коллеги, заканчивается шестой созыв. Дан старт избирательной кампании Государственной Думы седьмого созыва. И, пользуясь случаем, я хотел бы прежде всего пожелать успехов партии «Справедливая Россия», ну и, конечно, тем нашим коллегам, вам, коллеге, кто действительно работал, помогал людям. Мы начали созыв, шестой созыв со скандала с фальсификацией на выборы в Государственную Думу, а также подтасовкой результатов в Астрахани против Олега Шеина. Заканчиваем шестой созыв скандалами в спорте и недопуском российской сборной на Олимпийские игры российских спортсменов. Я вместе с вами сопереживаю неудачному выступлению нашей сборной по футболу. Но это спорт, когда ребята действительно и тренеры старались. И тем интересен спорт, победы еще будут. Другое дело, не могу согласиться, когда в наши сборные команды покупаются игроки из-за границы, даются гражданство Российской Федерации, российские паспорта. Вы знаете, у меня совсем не вызывает уважения и радости победы Виктора Ана, Вика Вайлда и многих других. Это, на мой взгляд, это неправильно. У нас достаточно много своих ребят, огромная страна, много талантливых спортсменов, которых нужно поддерживать и заниматься действительно их ростом и селекцией. Все остальное, победы придут. А сегодня, к сожалению, Министерство спорта занимается спортом высоких достижений. Когда привлечь сюда, переманить, дать зарплату, квартиру, машину. А что, наши дети там внизу, в регионах, в Москве, они что, не заслуживают такого же внимания? Конечно, заслуживают. После провальной Олимпиады 2012 года была создана рабочая группа по преодолению кризисных явлений спорта, в состав которой также я вошел. Безусловно, это было такой же формальностью, как и всегда. Но мне удалось несколько раз выступить. И выступить принципиально против сегодняшней политики Министерства образования и Министерства спорта. До сих пор все, чем они гордятся, это строительство фоков, которые, к сожалению, как будто они не знают, что попасть практически невозможно. Все они расписаны по коммерческим часам. И дети, обычные дети, заниматься там не могут. У нас с вами, уважаемые коллеги, спорт стал абсолютно недоступен для детей. Заниматься им могут только дети богатых родителей, которые могут позволить себе купить инвентарь для детей, дать спортивное питание, нанять им индивидуальных тренеров. Детские и юношеские спортивные школы также сокращаются, к сожалению, во всех регионах нашей страны. У России действительно много завистников. Но я сегодня официально с этой трибуны обращаюсь к президенту Олимпийского комитета Александру Жукову и всему руководству Государственной Думы и к вам, коллеги. У нас главные враги России внутри нашей страны. Вчера закончился чемпионат России по гребле на байдарках. Мой родной вид спорта. И поверьте, там тоже много проблем. Несколько десятков спортсменов тоже были даны паспорта из ближнего зарубежья нашего. Это Украина, Молдова, Приднестровье, Азербайджан. Но это наши русскоговорящие. Все мы рождены в СССР. Другое дело, когда дают из-за океана такие паспорта. Но в любом случае, вчера на чемпионате России победил на Олимпийской дистанции на 200 метров в каное победил волгоградский спортсмен Андрей Крайтер. Уверенно победил и должен ехать. Завтра стартует чемпионат Европы и в ближайшее время Олимпийские игры. Но, к сожалению, у нас едут на чемпионаты представлять Россию не лучшие. А создают здесь, внутри, Русада и чиновники Министерства спорта создают условия, при которых лучшего не пустят. Они попытались создать проблему, не допустить его взять допинг-тесты. Но оказались они отрицательные. Парень не замешан в никаких допинг-скандалах и тесты отрицательные. Но они сделали формальности. Типа не вовремя представил документы. Он представляет, что по электронной почте все вовремя было прислано. А тут же протокол переписывается, что вроде как его вовремя не было дома, когда нужно было пройти какие-то дополнительные тесты. Коллеги, давайте вместе не допустим таких ситуаций. Поможем, чтобы в нашем спорте были действительно лучшие. Чтобы они ездили на Олимпийские игры. Чтобы они представляли Россию на всех международных соревнованиях. А ведь главное даже здесь не спорт высоких достижений. А чтобы наши с вами дети имели возможность заниматься спортом. И эти возможности были равные для всех. И я бы хотел сейчас поблагодарить тех из вас, коллеги, независимости от партийной принадлежности, кто действительно борется с такой несправедливостью. Это Владислав Третьяк. Это Александр Терентьев. Это Александр Прокопьев. Это Борис Иванюженков. И многие другие. Спасибо, Александр Александрович. Спасибо. Коллеги, сегодня трое наших коллег отмечают дни рождения. Это Павел Владимирович Кошенинников, Владимир Владимирович Сысоев и Александр Николаевич Шерин. Давайте поздравим их. Пожелаем всего-всего самого доброго. Спасибо. Вернемся к проекту повестки. Какие есть вопросы, прошу записаться. Включите режим записи. Покажите список. Алексей Юрьевич Русских. Уважаемый Сергей Евгеньевич, комитет просит вопросы 50-й и 52-й перенести на завтра в связи с поступившими замечаниями ГПУ. Спасибо. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, аналогичная просьба по вопросу 40-му повестки дня, 44-му и 45-му. Мы просим перенести второе чтение по этим вопросам на завтра на 22-е и третье чтение на 24-е. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович Бегин. Уважаемый Сергей Евгеньевич, вопрос 34. Просим поставить повестку заседания на 22-е. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович Бессонов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в этом созыве мы, наверное, не успеем, и поэтому я предлагаю на один из первых правительственных часов седьмого созыва пригласить министра спорта. Назрела необходимость подробнейшим образом обсудить проблемы спорта. Что мы должны сделать с вами для того, чтобы улучшить ситуацию в этой сфере? Мы с вами наблюдаем скандал, связанный с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры в Бразилии, слабое выступление российской сборной на чемпионате Европы по футболу. Спорт – это основа жизни государства, это и здоровый образ жизни, это и крепкий дух народа как основа обороноспособности. А мы с вами совершенно очевидно наблюдаем, что нашим спортсменам не хватает коллективистского духа. Платность детского спорта делает его недоступным детям и, как следствие, короткая скамейка запасная. Владимир Владимирович, мы обсуждаем повестку на сегодня. У вас по сегодняшней повестке есть замечания? Нет. Нет. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, нет других замечаний? Итак, предлагается перенести на завтра вопросы 50, 52, 40, 44, 45 и 34. Нет возражений? Нет. Ставлю на голосование в целом. Включите режим. Покажите результат. Принимается в целом. Второй вопрос повестки. Проект постановления Государственной Думы о заявлении Государственной Думы о ситуации, связанной с возможным отстранением легкоатлетов Российской Федерации от участия в 31-х Олимпийских летних Играх 2016 года. Ирина Владимировна. Ирина Константиновна Роднина, пожалуйста. Уважаемые коллеги, разрешите зачитать проект заявления Государственной Думы о ситуации, связанной с возможным отстранением легкоатлетов Российской Федерации от участия в 31-х Олимпийских летних Играх 2016 года. Спорт высших достижений – уникальный способ налаживания добрых отношений не только между спортсменами различных стран, но и между их народами. Лозунг «О спорт и мир» был, есть и останется самым точным выражением сути Олимпийского движения. Применение допинга спортсменами любой страны заслуживает самого решительного осуждения. По сути, это проявление мошенничества, вызывающее недоверие и рознь между спортсменами. Поэтому отстранение спортсменов, уличенных в применении допинга от спортивных соревнований любого уровня, вполне справедливое и заслуженное наказание. Однако применение репрессий по отношению к тем спортсменам, которые никогда не были замечены в нечестной игре, по мнению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, является не только несправедливым решением, но и подрывает основу прежде всего Олимпийского движения. Казалось, времена, когда спорт пытались использовать в качестве инструмента политической борьбы, объявляя бойкоты Олимпиадам и другим спортивным соревнованиям по причине политических разногласий, давно канули в лето. Однако сегодня кое-кто пытается вытащить это пропавшее нафталином политическое оружие со свалки истории. Запрет на участие в Олимпийских играх, особенно в индивидуальных видах спортсменам, не запятнавшим себя даже подозрением в употреблении допинга, иными мотивами объяснить нельзя. По сути дела, некоторыми спортивными бюрократами явочным порядком вводится принцип презумпции виновности по отношению к спортсменам конкретной страны. Вряд ли этот принцип, использовавшийся раньше во времена инквизиции и тоталитарных режимов, может считаться применимым в наше время. Такой подход способен только внести рознь и недоверие между спортсменами различных стран, а также и между гражданами, разрушить замечательные достижения Олимпийского движения и всего спорта высших достижений. Отношения российских спортсменов, в том числе и завоевавших мировую славу своими выдающимися спортивными достижениями, отстранения их от участия в 31-х Олимпийских летних играх 2016 года, в отместку за поведение их недобросовестных коллег является прямым нарушением прав человека. Огромные усилия, затраченные на четырехлетнюю подготовку к участию в этом празднике спорта оказываются бессмысленными, лишают спортсменов мотивации к работе по повышению своих результатов, наносят им непоправимую моральную травму. Государственная Дума надеется, что в конце концов разум возобладает над эмоциями и будет примета объективное решение, адекватное сложившейся ситуации и не ставившее под сомнение идеалы и цели Олимпийского движения и всего спорта высших достижений. Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Я призываю все фракции Государственной Думы поддержать проект заявления и также выражаю позицию фракции «Единая Россия» за поддержку этого проекта заявления. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Прошу записаться, включите режим. Покажите список. Дмитрий Юрьевич Носов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, у меня вопрос к вам. Можем мы в связи с этими событиями инициировать парламентское расследование и создать рабочую группу или комиссию, куда войдут эксперты из области спорта, депутатский корпус, корреспонденты, представители правоохранительных органов, чтобы выявить всех причастных к этому скандалу, как внутри страны, так и за рубежом, и предпринять все меры, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание. Спасибо. Законодательство Российской Федерации позволяет Государственной Думе создать комиссию в случае, если Государственная Дума считает это целесообразным. Спасибо. Борис Сергеевич Кашин. Ирина Константиновна, не кажется ли вам, чтобы это обращение было более действенным, нам надо оценить и наших чиновников. Я вот всегда восхищался достижениями наших спортсменов по ходьбе. Там крестный отец этой, как говорится, школы, это был губернатор Меркушкин, значит, в Мордовии. И результаты голосования у него на выборах всегда за 90% зашкаливали. Нет ли здесь вот корреляции какой-то, и не пора ли нам тоже на эту тему тоже посмотреть, а не просто, так сказать, закрывать глаза на то, как наши чиновники работают. Спасибо. Я считаю, что сейчас мы обсуждаем заявление, чтобы принято было правильное решение в отношении тех спортсменов, которые имеют право выступать на Олимпийских играх по тем показателям и результатам, которые они достигли на соревнованиях. А оценку в заявлении действий каких-то чиновников, я думаю, это неправильно. Спасибо. Кто хотел бы выступить, прошу записаться, включите режим. Владимир Вольфович, Джириновский, пожалуйста. Покажите список записавшихся. Пожалуйста, Владимир Вольфович, я вас уже пригласил. Встретимся в Большом театре. Значит, конечно, вот я слышал уже отлики некоторых депутатов, говорят, слишком мягкое. Я им объяснил, что это мы направим туда, в Международный Олимпийский комитет. Если мы дадим жёсткое заявление, мы их только разозлим, это ничего не даст. Поэтому в этом плане мы как бы просто заявляем позицию, что подумайте, чтобы принимать какие-то решения. Тем более, это могут быть вообще слухи. Реально комитет ещё не заседал, и какое он вынесет решение, мы не знаем. Меня другое здесь как бы волнует, что мы постоянно как бы оказываемся в унизительном положении. Мы всё просим. Мы оправдываемся. Да мы не виноваты. Поэтому вот и здесь ситуацию со спортсменами. Вот про детский отдых я уже сказал. Отдать профсоюзам или государственным структурам. Убрать частный сектор. Но ведь частный сектор и здесь, в спорте. Вот выросли наши спортсмены, футболисты, или вот те, кто другие виды спорта будут участвовать. Они выросли вот эти последние 25 лет. Вот это вот грязные экономики, где постоянно слышатся деньги, деньги, деньги. И всё, значит, рассказывают, сколько получил он, сколько у него есть, сколько при разводе там осталось с детям. То есть поколение выросло. За это отвечают те, кто бросил страну на растерзание новым, так сказать, политическим провокаторам, которые устроили нам 91-й год. Это же надо понимать, что наши спортсмены думают только о контрактах. И совершенно их, или хотя бы частично, не интересует проблема патриотизма. Как эта вот девушка, сбежавшая в Америку, или этот Родченков, который заведовал нашим агентством по допингу. Конечно, допинг надо считать формой мошенничества. Ведь опять чужое слово применяем, и дети не понимают. Вот допинг. Там где-то спортсмен применяет допинг. Наш юный спортсмен думает, что это хорошо. Чего мы по-русски назовём-то? Что такое допинг? Ну, мы же называем водку, палёная водка, там, не знаю, там, какая-то там ещё, когда ненатуральная, сивуха, там, всякие гадкие слова. Чтобы уже к этой водке отвращение. А допинг красиво звучит. Инфляция, стагнация, рецессия. В наше всё учреждение, Министерство экономики, Министерство спорта, они всё вводят английские термины. Это тоже имеет значение. Когда мы здесь выступали, просили вас принять закон о защите русского языка, в том числе и это бы касалось. Если бы 25 лет дети слышали, что допинг это отрицательное, это ускоритель, так сказать, искусственный ускоритель действия в организме, мы можем найти слово соответствующее. Как слово хулиган английскому можно найти слово буйный. Там или как-то вот недавно ещё во фракции мы подобрали это. Дебошир и так далее. Чё хулиган? Я вообще думал, что русское слово с детства. Хулиган и хулиган. Оказалось, английское слово. Так, это допинг. Поэтому, конечно, здесь вот эта вот беда, что целое поколение выросло, и они спокойно относятся. Говорят, допинг, допинг, контракт, контракт. Сколько там у тебя? Три миллиона евро. А у меня два с половиной. Вот начинают конкурировать между собой. Почему мы выиграли Олимпийские игры по футболу? Единственный раз мы были чемпионами. Два. Это же великолепно. Почему? Потому что готовились спортсмены по всему Советскому Союзу. И никаких денег не было. Сборы были у спортсменов. Там, где кормили чуть-чуть лучше. И, по-моему, какие-то суточные были у них. Это было раз или два раза в год. Всё. Даже квартиры особенно им не давали никому. То есть люди выступали за свой вид спорта, за свой город, за страну. А сейчас специально ввели, что нет страны. Вот почему пытаются заставить наших спортсменов поехать под белым флагом? Я вас уверяю, лет через 20 они вообще отменят участие сборных национальных команд. Их это слово бесит, как вот от страны приедут. В индивидуальном качестве. Учёные, в индивидуальном качестве. Всё должно быть индивидуумы, которых легче подкупить, чтобы не было родины, границ не было, не было истории. И всего этого не было. Вот иди в своём качестве, так сказать, и совершай какие-то действия. Вот они проводят уже опять эксперимент на нас. Коммунистический эксперимент на нас. Демократия ельцинская на нас. А теперь вот запрет русского языка на нас. Зачем по-русски говорить? Вот вам дадим суржик в Вене подготовленный. Полуукраинский, полупольский. Это вот надо понимать, что это далеко идущее действие. По размыванию государств в целом. Почему вот сегодня ИГИЛ создано? Нет такого государства. Вот будет, исламское государство. А где его граница? А весь исламский мир. А синий исламский мир. Ну и там тоже будет. В Германии будут. Отдельные земли. Исламские, так сказать. Или там отдельные провинции. Или области. Департаменты. То есть всячески стараются создать на планете Земля. Содружество граждан. Красиво звучит. Права человека. Защищать. Всё хорошо. В это время на органы используют людей. В это время детей завлекают в сексуальное рабство. В это время у нас в Карелии гибнут дети. Вот здесь 15 депутатов от Москвы. Хоть один встал, что-нибудь сказал по поводу деятельности тех, кто закупал путёвки. Ведь погибли москвичи в основном. 14. Где депутаты от Москвы? Ни одного нет в зале. Где Гончар? Где? О, он ушёл. Николай Николаевич. А остальных 14 я вообще не знаю. Сейчас снова они пойдут на выборы. И снова выиграют. И идёт на выборы та самая дама, которая заключала, подписывала контракт с этим карельским лагерем. Пришёл сейчас, когда услышал меня. Видишь? С буфета сбежал скорее. Там бутерброд с цикрой остался. А ты не подсказывай коломейцев. Не надо ростовских штучек. Для него это был бы вариант. Ушёл и нет. Первым пришёл, скажет, я был. Николай Николаевич, я говорю, что я 25 лет здесь вижу отсутствие депутатов от Москвы. Что при Лужкове, что при все годы советской власти. Вы зажрались депутаты московские. Это вы продали страну Советский Союз и царскую Россию. Поэтому Пётр Первый вывел в столицу правильно Петербург. Вы ни черта не делаете. И московские чиновники, и московские депутаты. И не можете делать. Посмотрите на его фигуру. Какое пузо? Посмотрите-то. Сожрались все. Это позор вам всех. Владимир Вольфович. Да, что такое? Согласен. Излишний вес. Немножко излишний вес. Надо 80, у него 120. Ну как же. За счёт детей. Они в морге лежат, а у вас костюмы не лезут. Я сегодня свой костюм отдам. Костюм отдам куда-нибудь туда. Подальше от Москвы. То есть поддержим всё это. Но нужно принимать кардинальные решения. Спасибо. Владимир Вольфович, вес здесь ни при чём. Иначе мы вас на весы поставим. Я согласен. Считаю, что кандидатам депутатов не больше 90. Всё больше и списков выключат. Спасибо. Михаил Васильевич, вы выступать будете, нет? Нет. Коллеги, я предлагаю сразу проголосовать за проект постановления. Нет возражений? Ставлю проект постановления на голосование. Включить. А! Объявляю сейчас голосование и ставлю на голосование. Проект постановления. Включите режим. Покажите результат. Постановление принимается. Спасибо. Третий вопрос. Проект постановления Государственной Думы о реализации отдельных положений ст. 6 федерального закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы. Доказывает Виктор Витальевич Пинский. С места микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, у нас постоянно совершенствуется антикоррупционное законодательство. И одной из недавних поправок закона о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы была поправка, которая касается введения для депутатов Государственной Думы обязанности сообщать о конфликте интересов. Порядок такого извещения в соответствии с этим законом у нас должен определяться Палатой. Комитет совместно с Комиссией по доходам разработал проект постановления, который предлагается вашему вниманию, в котором мы предусмотрели в полномочиях Комиссии рассматривать эти вопросы и предлагаем положение о порядке извещения конфликта интересов. Просьба поддержать. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Александр Георгиевич Тарнавский. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Виктор Витальевич, фракция «Справедливая Россия», конечно, поддержит настоящий законопроект, на вопрос такого порядка, вот когда принимался пакет осенью прошлого года, то учитывая, что понятие конфликт интересов и личная заинтересованность, оно такое неоднозначное и понимается по-разному, то, например, в Трудовой кодек, в закон о гражданской службе была внесена уточняющая поправка, что эти понятия применяются в том смысле, который определил закон о коррупции, коррупционное законодательство. Может быть, имеет смысл и нам поправить это понятие, потому что эти нормы крайне числительны для депутатов. Многие из них много сделали в бизнесе, в других сферах, областях. И если мы личную заинтересованность и конфликт интересов будем понимать широко, то это, наверное, было бы не совсем верно. Что юристы нам правового управления по этому поводу могли бы сказать? Или на комитете ли этот вопрос обсуждался? Спасибо. Виктор Витальевич Пинский. Александр Григорьевич, я думаю, что в ходе правоприменения мы столкнёмся, если столкнёмся с такими проблемами, то будем этот вопрос рассматривать. Пока всё понятно. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Нет, выносим на час голосование. Спасибо. Четвёртый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 2-ю Налогового кодекса Российской Федерации. Раиса Васильевна Кармазина. Уважаемые коллеги, Комитет по бюджету и налогам вносит предложение принять третьим чтением названный закон. Подготовлены все необходимые процедуры. Он прошёл юридико-техническую и лингвистическую процедуру, поэтому прошу поддержать его третьим чтением. Спасибо. Выступление по мотивам. Нет. Вносим на час голосование. Пятый. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс России по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. Докладывает Александр Александрович Ремесков. Микрофон, трибуну. Добрый день, уважаемые коллеги. Данный законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении 25 января 2016 года, а во втором, 16 мая этого года, комитет рассмотрел данный законопроект и, учитывая возникшие кодификационные коллизии в связи с рассмотрением с другим президентским законопроектом номер 10.83.199-6, о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, комитет просит Государственную Думу вернуть данный законопроект в процедуре второго чтения. Спасибо. Ставлю на голосование предложение о вращении законопроекта к процедуре второго чтения. Включите режим. Покажите результат. Предложение принимается. Пожалуйста. В целях устранения возникшей коллизии в Уголовно-правовом законодательстве предлагается синхронизировать вносимые изменения, в связи с чем в законопроект предлагается внести четыре поправки. Все они расположены в таблице номер 1 и рекомендованы комитетом принятию. Прошу поддержать. Спасибо. Если замечание по таблице поправок, нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Пожалуйста, Александр Иванович. Принятие его во втором чтении. Комитет рекомендует Думе принять его и в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим начало голосования. Шестой. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс России по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. Владимир Николаевич Плигин. Микрофон. Выступление с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, экспертизы проведены, замечаний нет. Просим принять текст в третьем чтении. Спасибо. Выступление по мотивам нет. Выносим на час голосования. Седьмой. Проект федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, указанный законопроект во втором чтении принят 17 июня. Прошёл все необходимые правовые и юридико-технические экспертизы. Готов принятие в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Уступление по мотивам нет. Выносим на час голосования. Восьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт России в связи с принятием федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Владимир Николаевич Гончар. Уважаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, экспертизы проведены. Просим принять третьем чтении. Спасибо. Уступление по мотивам нет. Выносим на час голосования. Девятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 333 ч. 2 Налогового кодекса России в связи с принятием федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях в части установления государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Валерий Викторович Иванов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, Комитет по бюджету и налогам вносит предложение принять в третьем течение данный законопроект. Замечаний правового юрико-технического и лингвистического характера к законопроекту не имеется. Поздравляю за внимание. Спасибо. Вам наступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосование. 10. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания России и статьи 17.19 Федерального закона о морских портах Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты России. Андрей Иванович Колесник. Микрофон с места. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект был принят Государственной Думой во втором чтении 10 июня 2016 года. Замечаний правового и лингвистического характера к законопроекту нет. Прошу вас поддержать позицию комитета и принять законопроект третьим чтением. Спасибо. Наступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. 11. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта России и федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Андрей Иванович Колесник. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект был принят Государственной Думой во втором чтении 10 июня 2016 года. Замечаний правового и лингвистического характера к законопроекту нет. Прошу вас поддержать позицию комитета и принять законопроект третьим чтением. Спасибо. Наступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. 12. Проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс России. Андрей Анатольевич Андреев. Мифрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект прошёл все необходимые согласования и экспертизы. Просим поддержать и принять третьим чтением. Спасибо. Выступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. 13. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс России по вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Рафаэль Михайлович Марданшин. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект был принят во втором чтении 15 июня 2016 года. К третьему чтению прошёл все необходимые экспертизы. Замечаний в законопроектах не имеется. И Комитет по гражданскому уголовному, арбитражному и профсессуальному законодательству рекомендует данный законопроект принять в третьем чтении. Спасибо. Наступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. 14. Проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации. Владимир Александрович Паневерский. Микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект принят в Государственном Думе в первом чтении 7 июня, во втором чтении 17 июня 2016 года. Комитет доработал проект федерального закона с учётом принятых поправок. Заключение правового управления аппаратом Государственной Думы имеется. Прошу проголосовать за принятие законопроекта в третьем чтении. Спасибо. Наступление по мотивам? Нет. Выносим на час голосования. 15-й вопрос. Докладчик, прошу подходить к трибуне. Проект федерального закона о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов Республику Таджикистан. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект федерального закона о ратификации названного соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Таджикистан. Данное соглашение было подписано в феврале 2013 года. Необходимо отметить, что подписание данного документа направлено на упрочение и дальнейшее развитие интеграционных связей между Россией и Таджикистаном. Этот документ подписывался и задумывался как часть пакета, в который также входят соглашение о статусе и условиях пребывания Российской военной базы на территории Республики Таджикистан и протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Таджикистана в Российской Федерации. Соглашение, о котором сегодня идет речь, предусматривает организацию беспошлиных поставок нефтепродуктов из России в Таджикистан в объемах внутреннего потребления этого государства. Ориентировочно это до 1 миллиона тонн, и по статистическим данным, которые имеются в распоряжении Министерства, основанных на информации Федеральной таможенной службы, за время временного применения этого соглашения объем поставок нефтепродуктов составлял от 200 до 600 тысяч тонн. В срок до 1 октября каждого года компетентные по соглашению органы сторон это Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство энергетики и промышленности Таджикистана согласовывают объемы внутреннего потребления нефтепродуктов в Таджикистане на следующий очередной календарный год и подписывают по ним индикативные балансы, в соответствии с которыми осуществляется соответствующая работа. Для справки, индикативный баланс на 2016 год согласован в объеме 830 тысяч тонн нефтепродуктов. Соглашение предусматривает запрет на реэкспорт поставляемых в Таджикистан на беспошлиной основе нефтепродуктов и право российской стороны приостановить беспошлиные поставки в случае выявления соответствующих фактов реэкспорта. Соглашение, кроме того, гарантирует неприкосновенность собственности хозяйствующих субъектов российских на территории Таджикистана и таджикистанских на территории России хозяйствующих субъектов, которые вовлечены в работу по беспошлиным поставкам нефтепродуктов. При этом соглашение предусматривает полную и безусловную правовую защиту и недопустимость принудительного изъятия упомянутой собственности хозяйствующих субъектов. Поскольку соглашение содержит правила иные, чем установленные законодательством РФ в части беспошлиных поставок нефтепродуктов, а также защиты собственности таджикистанских хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации, то в соответствии с положениями федерального закона о международных договорах Российской Федерации этот документ подлежит ратификации. Соглашение временно применяется с датой его опубликования в соответствии с законодательством государств каждой из сторон. Фактически дата начала временного применения этого соглашения 12 ноября 2013 года. Ну а в силу оно вступает с получения сторонами последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. И для справки, таджикистанская сторона приняла правительственное постановление в мае 2013 года, тем самым завершив внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации и вступления в силу на территорию этого государства данного соглашения. Отмечу, что реализация положения соглашения не потребует дополнительных расходов федерального бюджета Российской Федерации. С учетом изложенного, прошу поддержать. Спасибо. Казбек Кусукович Тасаев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, рассматриваемое сегодня соглашение было подписано в целях урегулирования взаимного сотрудничества России и Таджикистана в сфере поставок нефтепродуктов в Республике Таджикистан, что послушает развитие двусторонних торгово-экономических отношений, исходя из долгосрочных интересов двух государств в развитии стратегического сотрудничества. Следует отметить, что нефтепродукты, речи о которых идет соглашение, не подлежат реэкспорту в третьи страны. Этот запрет также распространяется и на нефтепродукты, страной происхождения которых является Российская Федерация, ввозимый в Республику Таджикистан из других государств-участников Таможенного Союза. В случае нарушения упомянутого запрета российская сторона оставляет за собой право приостановить беспошлиные поставки нефтепродуктов. Кроме того, соглашение, как уже было сказано, гарантирует неприкосновенность собственности российских хозяйствующих субъектов, находящихся на территории Таджикистана на приоритетной основе. Необходимо заметить, что выполнение российской стороной положений данного протокола не потребует признания утрачившим силу приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства. Не потребуется также дополнительных расходов из федерального бюджета, а выпадающие доходы федерального бюджета ориентировочно составят сумму 300 миллионов долларов США в год. В Государственной Думе проведена необходимая экспертная работа. В подборке соответствующих материалов имеются положительные заключения правового управления аппарата Государственной Думы, Комитета по экономике, Счетной палаты Российской Федерации, Комитета по международным делам Совета Федерации. Исходя из вышеизложенного, Комитет рекомендует Государственной Думе ратифицировать упомянутые соглашения. Прошу поддержать. Спасибо за внимание. Коллеги, есть ли вопросы? Выступления? Нет. Выносим на час голосования. 16-й, 17-й вопрос. С ним чуть позже рассмотрим. Сейчас 18-й вопрос. Проект федерального конституционного закона о внесении изменений в статью 32 федерального конституционного закона о правительстве Российской Федерации и федеральный конституционный закон о чрезвычайном положении. Докладывает Владимир Николаевич Плигин. Уважаемые коллеги, поправок нет, поэтому просим принять данный текст, одобрить во втором чтении. Вопрос о третьем чтении пока не ставим. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. 19-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 21 бюджетного кодекса Российской Федерации. Докладывает Надежда Сергеевна Максимова. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроектом присваиваются коды бюджетной классификации для обеспечения деятельности войск Национальной гвардии Российской Федерации. Ко второму чтению поправки не поступили. Комитет предлагает принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Спасибо, Надежда Сергеевна. Выносим на час голосования. По третьему чтению есть предложение? Нет, по третьему нет пока предложения. У нас основной закон не предложен к третьему чтению, поэтому эти тоже законы будем больше смотреть. Хорошо. Выносим на час голосования. 20-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 333-38, часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Надежда Сергеевна Максимова. Спасибо, уважаемый Иван Иванович. Уважаемые коллеги, законопроект прошел всю юридико-технические экспертизы, подготовлен ко второму чтению, поправок к нему не поступило. Комитет рекомендует принять во втором чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. 21-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции. Эрнест Абдулович Валеев. Нет. 21-й вопрос. Оборот наркотических средств. У меня 38,3 поправки. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Поступила 41 поправка. Из них 38 комитет предлагает принять и 3 предлагается отклонить. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Спасибо. Продолжение следует... Покажите результат. Принимается. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Спасибо. Покажите результат. Принимается. Выносим на час голосования. Центральную трибуну, пожалуйста. Законопроект подготовлен для принятия в третьем чтении. Все необходимые процедуры соблюдены. Комитет предлагает рассмотреть и в третьем чтении после принятия во втором. Спасибо. Хорошо. 22 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекса Российской Федерации. Александр Александрович Ремесков. Добрый день, уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги. В комитет поступила одна поправка. Она изложена в таблице номер 1. Комитет рекомендует ее к принятию. Спасибо. Коллеги, есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Нет, ставлю на голосование. Включите режим голосования. Да, коллеги, да. Спасибо. Покажите результат. Какие проблемы с результатом? Итак, принимается. Центральную трибуну включите, пожалуйста. Комитет предлагает в случае принятия во втором чтении принять данный законопроект и в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования 23 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекса Российской Федерации. Александр Александрович Ремесков. Уважаемые коллеги, данный законопроект рассмотрен в первом чтении 14 июня этого года. За этот период поступило 8 поправок. 7 поправок изложены в таблице номер 1 и рекомендуются комитетом к принятию. Одна поправка находится в таблице номер 2 и рекомендуется комитетом к отклонению. Прошу поддержать. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Да. 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 Покажите результат. Принимается центральная трибуна. В случае принятия во втором чтении комитет рекомендует принять данный законопроект и в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования. 24 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 18 федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Александр Александрович Ремесков. Данный законопроект был принят в первом чтении 14 июня этого года. За этот период поступило три поправки. Две поправки изложены в таблице номер 1, рекомендуются комитетом к принятию, и одна поправка в таблице номер 2 и рекомендована комитетом к отклонению. Прошу поддержать. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование таблицу поправок номер 1. Включите режим голосования. Ура, коллеги. Да. Покажите результат. Принимается. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим голосования. Ура, коллеги. Да. Ура, коллеги. Скажите результат. Принимается центральная трибуна. В случае принятия во втором чтении комитет рекомендует и принять данный законопроект в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Выносим законопроект на час голосования. 25-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Сергей Васильевич Сапко. Спасибо, Иван Иванович. Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию законопроект во втором чтении, который мы приняли с вами 20 апреля. И законопроект чрезвычайно важен для того, чтобы он вступил 1 января в силу. Мы должны сегодня его постараться принять, потому что от этого зависит жизнь и здоровье наших горняков. Мы знаем все эти события на шахтах от Распадской до Северной. Поэтому комитет, тщательно проработав законопроект, согласовав со всеми соответствующими органами из ГПУ, правительством и правовым управлением, предполагает ко второму чтению уже сформированный законопроект, который вводит понятие единой многофункциональной системы оперативного контроля, управления промышленной безопасностью, охраной труда на шахтах. Вводится понятие общественного контроля. Тоже сложный был вопрос, но он согласован. И учитывая особую важность данного проекта, мы рассмотрели все поправки. 16 предлагается к принятию первой таблицы и 3 к отклонению. Всего поступило 19 поправок. В связи с этим предлагаю принять таблицу поправок номер 1. Законопроект, я вам напомню, 75.97.32-6 о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части повышения уровня безопасности. Спасибо, Сергей Васильевич. Есть ли вопросы по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли вопросы по второй таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Вторая таблица также принимается. Сергей Васильевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, законопроект полностью прошел с юридической и лингвистической экспертизой, подготовленным к третьим чтению. В случае принятия во втором, прошу принять в третьем. Спасибо. Выносим на час голосование. 26 вопрос. Проект федерального закона. Внесение изменений в федеральный закон об акционерных обществах и федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Сергей Анатольевич Гаврилов. Уважаемый Сергеевич, уважаемые коллеги, комитет предлагает принятие во втором чтении законопроект, который упрощает корпоративные процедуры и упрощает сроки их совершения. Комитет просит принять законопроект во втором чтении. На законопроект поступило 34 поправки, из которых 5 поправок рекомендуется к принятию и 29 к отклонению. В связи с тем, что возникла необходимость учесть ряд поправок, носящих техническое, но важное значение, прошу поставить на голосование таблицу поправок номер 1, рекомендуемых к принятию, без поправок 2 и 3. После этого поставить на голосование розованные в зале поправки, которые замещают исключенные поправки. Спасибо. Есть ли другие вопросы по таблице поправок номер 1? Нет. Нет. Ставлю на голосование таблицу поправок номер 1, без поправок 2 и 3. Включите режим. За, коллеги, за. Покажите результат. Таблица поправок номер 1 принимается. Пожалуйста, Сергей Анатольевич, поправка номер 2. Да, комитет рекомендует к принятию поправку номер 2, которая носит технический, юридор технический характер, но уточняет правила применения законодательного акта. Комитет рекомендует ее принять. Сергей Анатольевич, поправка номер 2, которую Вы вынесли на отдельное голосование. Извините, пожалуйста. Комитет просит поправку отклонить. Вставлено голосование поправку номер 2 из таблицы номер 1. Включите режим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рекомендует принять законопроект во втором чтении, существенно расширяет полномочия публично-пробовых компаний, в том числе усиливает полномочия президента при образовании указанных компаний, имеющих властные полномочия. На законопроект поступила 181 поправка, 47 рекомендуется к принятию, 134 – к отклонению. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Голосуется вторая таблица. Покажите результат. Вторая таблица принимается. Законопроект выносим на час голосования. Уважаемый Сергей Юрьевич, в случае принятия законопроекта комитет просит поставить его в порядок голосования на 22 июня. Спасибо. 28 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Докладывает Юрий Александрович Петров. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, после принятия законопроекта в первом чтении поступила одна поправка, которая включена в список номер один. Отклонённых поправок нет. Комитет просит принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Поправка принимается. Пожалуйста, Юрий Александрович. Все необходимые экспертизы проведены. И если законопроект будет принят во втором чтении, просим принять его также в третьем чтении. Спасибо. Выносим на голосование. 29-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 3 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Евгений Сергеевич Москвичёв. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, законопроект был принят в первом чтении в марте 2016 года. На законопроект не поступило ни одной поправки. Прошёл все экспертизы. Комитет рекомендует принятие во втором чтении. А в третьем нет предложений? В случае принятия во втором, принятие во третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосование. 30-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах. Михаил Алексеевич Моисеев. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, 15 июня мы приняли закон, который расширяет закон, принимаемый нами для участников, который мы направляем для решения специальных задач Сирийской Арабской Республики. Мы проголосовали 439 голосов. Поправок ко второму чтению не поступило. Замечания технического характера правового управления учтены. По третьему чтению предложения есть? При принятии во втором чтении мы рекомендуем комитет и Дума принять его в третьем чтении. Спасибо. Вносим на час голосование. 31-й. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 225, части 1 и статью 1151, части 3 Гражданского кодекса России. Сергей Юрьевич Фабричный. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые коллеги, к данному законопроекту поступило 3 поправки. Они находятся в таблице номер 1, носят юридико-технический характер, предлагаются комитетом к принятию. Спасибо. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице поправок? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Пожалуйста, Сергеевич. Уважаемые коллеги, данный законопроект готов к принятию в третьем чтении. Комитет просит поддержать. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование 32-й, рассмотрим несколько позже. А сейчас 33-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые коллеги, одна таблица. Прошу утвердить таблицу и принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Да. Да, коллеги, да. Покажите результат. Первая таблица принимается. Законопроект выносим на час голосования. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые коллеги, в случае принятия законопроекта во втором чтении, просим поставить на рассмотрение в третьем чтении на завтра, на 22 июня. Спасибо. Спасибо. 35-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 1534 Кодекс России об административных правонарушениях. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые коллеги, одна таблица поправок, три поправки, просим утвердить таблицу, принять законопроект во втором чтении. Спасибо. Если вопросы по первой таблице, не отставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, просим в случае принятия во втором чтении, просим поставить на рассмотрение в третьем чтении, 22 июня. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования 36-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 2 федерального закона о порядке формирования Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемые коллеги, поправок нет, просим принять законопроект во втором чтении. В случае принятия законопроекта во втором чтении, в третьем чтении, также просим принять сегодня. Заключения необходимы имеются. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосования 37-й. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе членов Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемые коллеги, одна таблица поправок, четыре поправки. Просим утвердить таблицу поправок, принять законопроект во втором чтении. В случае принятия во втором чтении, готов к рассмотрению сегодня третьем чтении. Спасибо. Спасибо. А есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Да. Да, коллеги. Да. По предыдущему он третий предложил, по третий шестой нет? Нет. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Владимир Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, просим в случае принятия законопроекта принять его сегодня в третьем чтении. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, простите, по предыдущему, по тридцать шестому у вас предложение по третьему чтению было? Да. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Так, тридцать восьмой вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемые коллеги, две таблицы поправок. Таблица 1.4 поправки, таблица 2.3 поправки. Просим утвердить таблицы и принять законопроект по второму чтению. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Нет. Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания по второй? Нет. Ставлю на голосование. Таблица поправок номер 2. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок номер 2. Принимается. Владимир Николаевич Плигин. Уважаемые коллеги, в случае принятия законопроекта во втором чтении просим его включить на рассмотрение в третьем чтении. 22 июня. Спасибо. Спасибо. Выносим на час голосование. Так, пока докладчики по следующим вопросам возвращаются в зал. 54 вопрос. Анатолий Геннадьевич, вы готовы? 54 проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работы услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, данный законопроект был принят 17 мая. Ко второму чтению поступило 14 поправок, 4 поправки к принятию. Соответственно, первой таблицей 10 поправок к отклонению. Спасибо. Спасибо, перейти к рассмотрению таблицы поправок. Спасибо, Анатолий Геннадьевич. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Нет, ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Есть ли замечания по второй таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат голосования. Вторая таблица принимается. Анатолий Геннадьевич, по третьему чтению будут предложения? Нет. Раиса Васильевна, не отвлекайте докладчика. Нет. Выносим начат голосования. 55 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемые коллеги, данный законопроект также был принят в первом чтении 17 мая. Ко второму чтению поступило две поправки. Они уточняющие и юридико-технические, и обе в таблице принятых поправок. Спасибо. Есть ли замечания по таблице поправок номер 2? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. Анатолий Геннадьевич, по третьему чтению предложение есть? Есть, да. Просьба рассмотреть его в третьем чтении, если будет поддержано во втором. Спасибо. Выносим на час голосование. 56-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления алкогольной продукции. Анатолий Геннадьевич Аксаков. К законопроекту поступило 5 поправок. Все они включены в таблицу поправок, рекомендуемых принятия. Просьба поддержать. Спасибо. Есть ли замечания по таблице поправок номер 1? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Спасибо. Покажите результат. Таблица поправок принимается. По третьему чтению нет предложений? Нет. Выносим на час голосование. 57-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 18 Федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Анатолий Геннадьевич Аксаков. Уважаемые коллеги, к данному законопроекту поступило 15 поправок. 13 из этих поправок предлагается к принятию. А в таблице 2 содержится 3 поправки, по которым комитетам не принято решение, поскольку шли еще в ходе заседания комитет согласовательные процедуры. Просьба их потом рассмотреть после таблицы 1. Спасибо. Ставлю на голосование таблицу поправок номер 1. Включите режим. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Успеем. Спасибо. Покажите результат. Первая таблица принимается. По таблице поправок номер 3. Анатолий Геннадьевич, Вы прокомментируете все? Да. Это поправка номер 1. Эта поправка возвращает перечень малых предприятий. Предприятия, которые по объему оборота и по количеству занятых людей соответствуют критериям отнесения к малому бизнесу. При этом они созданы в форме акционерных обществ. Мы в прошлом году, когда рассматривали вопросы, связанные с включением в реестр субъектов малого предпринимательства, учитывая, что Федеральная налоговая служба высказывала сомнения в том, что удастся акционерное общество идентифицировать, как субъекты малого предпринимательства, исключили эту форму для включения в реестр малого предпринимательства. Сейчас в ходе дискуссии все-таки удалось определиться с тем, что такая идентификация может быть осуществлена. Предлагается, чтобы эта норма вступила в действие с 1 июля следующего года, для того, чтобы Федеральная налоговая служба провела соответствующую работку, для того, чтобы акционерное общество также включает перечень субъектов малого предпринимательства, если они соответствуют по объему оборота и по количеству людей, занятых на том или ином предприятии. Ну и ПНС данной редакции поддержала, законопроект правительства поддерживает, и ГПУ также поддержала. Спасибо. Ставлю на голосование поправку номер 1 из таблицы номер 2. Из таблицы номер 3. Прошу прощения, из таблицы номер 3. Включите режим голосования. Это поправка Аксакова. Поправка Аксакова, да. Да. Покажите результат. Поправка принимается. Ставлю на голосование поправку номер 2 из таблицы поправок номер 3. Включите режим голосования. Да. 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 Покажите результат. Поправка принимается. Ставлю на голосование поправку номер 3 из таблицы поправок номер 3. Включите режим. Покажите результат. Поправка номер 3 также принимается. Законопроект выносим на час голосования. Спасибо, Антон Иванович. Так, 39-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о безопасности гидротехнических сооружений. Павел Николаевич Завальный. Уважаемые коллеги, данный законопроект принят в первом чтении 22 декабря прошлого года. В рамках второго чтения проводился круглый стол. Рассматривались. Поступило 4 поправки. Таблица номер 1. Все рекомендуются к принятию. Прошу рассмотреть. Спасибо. Есть ли вопросы по первой таблице? Нет. Нет. Включите режим голосования. Ставлю на голосование, пожалуйста. За, коллеги, за. Я вважаю, да. Покажите результат. Первая таблица принимается по ведению Сергея Анатольевича Гаврилова. Микрофон. Сергей Анатольевич Гаврилов. Включайте микрофон побыстрее. После выступления, после рассмотрения данного вопроса можно мне порядка введения? Хорошо. Спасибо. Так, коллеги, в зале отдельно роздана поправка. Депутат Крутов, пожалуйста, микрофон. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, профессионалы, в том числе из государственной компании «Русгидро», они обращают наше внимание на то, что в случае принятия законопроекта в таком виде, он придет к значительным негативным последствиям для российской гидроэнергетики, потому что, по сути, придет к технологически необоснованному повышению класса гидротехнических сооружений. Ну, какие последствия для этого, от этого? Усть-Средникамскую ГЭС придется перепроектировать, Воткинскую ГЭС придется перестраивать, а Гацалинскую и Зеленчугскую ГЭС придется ликвидировать. Это десятки миллиардов рублей, по сути, из государственного бюджета, и это, несомненно, приведет, в том числе, и к росту тарифов. Вот розданная в зале поправка, она коллизию, которая существует, нынче исправляет. То есть сейчас применяются два различных постановления для отнесения объекта гидротехнического к тому или иному классу опасности. В одном постановлении правительства ущерб, возможный, номинирован в миллионах мрот, а в другом постановлении правительства номинирован в миллионах рублей. Соответственно, вот эта разница в три порядка... Добавьте полминуты. Соответственно, эта разница в три порядка, она приведет, еще раз подчеркну, к технологически необоснованному повышению класса ГЭС и к значительному ущербу для российской гидроэнергетики. И просим вас поддержать вот эту редакцию, которая роздана в зале, а она эту коллизию устраняет. Спасибо. Павел Николаевич Завальнин, пожалуйста. Уважаемые коллеги, федеральным законом 28 декабря 2013 года 445 ФСЗ о внесении изменений в отдельные догнатные акты Северации по вопросам обеспечения безопасности гидроэнергетических сооружений, были урегулированы вопросы обеспечения безопасности безвозных ГТС, установлены требования консервации и ликвидации ГТН, установлен порядок низкого расследования аварии, разработаны тяжелые необходимые подзаконные акты. То, о чем идет речь, данный законопроект, который предлагается, он не устанавливает классы опасности гидроэнергетических сооружений. Этого класса опасности и отнесение к разным категориям устанавливается постановлением на филепрактное правительство. В данном случае в продолжении того закона, который был принят, устанавливается рискориентированный метод технического надзора за безопасность и эксплуатацию гидротехнических сооружений, и не более того. И данная поправка сводит на нет этот закон, потому что вся эта работа лишь с целью надзора, не более того. С этой поправкой вчера Крутов Крутов ко мне обратился, но, во-первых, эти вопросы так не решаются с голоса, такие вопросы принимать. Мы в рамках первого второго учтения проводили круглые столы, в которых РУСГИДРО, конечно, приглашали, они выступали и поддерживали этот законопроект. И вопросов никаких не было, и мы полгода рассматривали законопроект очень внимательно. Прошли все инстанции, в том числе ГПУ, президента положительного заключения, без замечаний. Четыре поправки внесенные все были приняты комитетом, который был буквально в прошлой неделе. И теперь появляется эта поправка абсолютно непонятно откуда. И с голоса предлагается депутатам такие вопросы решать. Валерий Куртович, не придется перестраивать Зелемчукскую ГЭС, как утверждает Андрей Дмитриевич? Вы знаете, есть там коллизия нормативных правительства, но это нормативные правы правительства. И правительство поменяет свои нормативные правы, придет их в порядок, придет категория опасности, отнесение каждых объектов к каждым категориям опасности. Это не предмет введения данного законопроекта. В данном законопроекте речь идет только о техническом надзоре за безопасность и эксплуатации. Законопроект не устанавливает эти категории. Спасибо. Вы предлагаете, Павел Николаевич, отклонить поправку. Да, я предложаю отклонить поправку. Ставлю поправку на голосование. Включите режим. Покажите результат. Поправка отклонена. По третьему чтению есть? Уважаемые коллеги, данный законопроект подготовлен к третьему чтению. В случае принятия второго чтения прошу поддержать третьему чтению. Спасибо. Выносим на час голосование. 41-й проект федерального закона, внесение изменений в статью 5-ю федерального закона о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к законопроекту 1031-401-6 поступила одна поправка. Она носит технический характер. Комитет ее принял. Отклоненных поправок нет. Спасибо. Нет ли замечаний по первой таблице поправок? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Голосуется таблица поправок номер 1. Покажите результат. Первая таблица принимается. По третьему чтению есть предложение? Просьба в случае принятия во втором чтении принять сегодня в третьем чтении. Спасибо. Выносим на час голосование по введению. Сергей Анатольевич Гаврилов. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Просьба по 26-му пункту. Выполнитесь на законопроект по сделкам заинтересованности в случае одобрения во втором чтении поставить на третье чтение на 24 июня. Спасибо. Спасибо. 42-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в закон РФ об организации страхового дела в РФ. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, поступило 6 поправок ко второму чтению. Все они приняты комитетом и включены в таблицу номер 1. Отклоненных поправок нет. Спасибо. Есть ли замечания по первой таблице? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Первая таблица принимается. По третьему чтению Николай Николаевич. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, все заключения получены. В случае принятия во втором чтении просим принять данный законопроект в третьем чтении сегодня. Спасибо. Выносим на час голосование. Ну давайте дадим Николаю Николаевичу возможность еще один доложить. После этого сделаем перерыв. 43-й проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт России. Николай Николаевич Гончар. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к законопроекту поступило 4 поправки. Все они включены в таблицу поправок принятых. Комитет рекомендует таблицу принять, отклоненных поправок нет. Спасибо. Есть ли замечания по таблице поправок? Нет. Ставлю на голосование. Включите режим. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, все экспертизы проведены. В случае принятия во втором чтении, комитет просит принять данный законопроект в третьем чтении сегодня. Спасибо. Вносим на час голосование. Объявляю перерыв до 12.30. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...